Здравствуйте! Это программа «Настоящее время. Итоги» и сегодня ее веду я, Ксения Туркова, в этом выпуске. В пресс-службе только девушки. За коммуникации Белого дома при Байдене будет отвечать исключительно женский состав, а пресс-секретарем снова станет хорошо известная россиянам Джен Псаки. Назначение комментирует медиа-аналитик Василий Гатов. Делайте выводы. Новый президент Молдовы Майя Санду призвала Россию вывести войска из Приднестровья и заменить военных наблюдателями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Дело за слово. Действительно ли слова Алексея Навального проверяют на экстремизм и как лингвистическая экспертиза стала инструментом преследования в России. Интервью с лингвистом Ириной Левантиной. Избранный президент США Джо Байден продолжает объявлять состав своей команды. В понедельник стало известно о том, кто будет отвечать за коммуникации Белого дома. В пресс-службе оказались только девушки, а возглавит ее хорошо знакомая россиянам Джен Псаки. Российские государственные медиа всегда были к ней особенно неравнодушны, приписывая Псаки различные ляпы и слова, которых на самом деле она не произносила. Джен Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации Барака Обамы, а также занимала должность его пресс-секретаря во время двух президентских кампаний. Это и другие назначения комментирует медиа-аналитик Василий Гатов. Василий, я бы хотела начать, уже много назначений было, но я бы хотела начать с назначения Джен Псаки, пресс-секретарем Белого дома. Ее фамилия российскому зрителю знакома гораздо больше, чем фамилии даже каких-нибудь депутатов, потому что очень много внимания ей уделялось в России на государственных каналах, в негативном, естественно, ключе. Что это означает для России? Иногда они возвращаются. Ну, как мне кажется, что здесь к назначению Псаки в Америке отнеслись очень положительно, потому что у нее очень хорошая профессиональная репутация, несмотря на все мнение о ней, сложившееся в особенности в российской прессе. Она, безусловно, профессионал экстра-класса, очень симпатичный человек, просто по-человечески в жизни. И, безусловно, там люди, которые работали в пресс-корпусе во время ее пресс-секретарства в государственном департаменте, вспоминают о ней с большой теплотой. Думаю, что все тоже перенесется и в Белый дом, и что очень важно, потому что Трамп, безусловно, разрушил отношения президентства в широком смысле, не только свои, но и президентства с журналистами. И потребуется там долгая, терпеливая, спокойная работа для того, чтобы это восстановить. Причем не в смысле, что восстановить для Байдена. У Байдена и так хорошие отношения с прессой. А именно, как для института. Что касается российской реакции на назначение Джен Псаки, то это, конечно, анекдотично. Насколько, во-первых, преувеличивали и преувеличивают значение чиновников такого уровня, как пресс-секретарей Госдепа и Белого дома в Москве, делают это исключительно с мезогинными целями, потому что ничего иного, кроме ненависти к красивой умной женщине, которая работает лицом соответствующего ведомства, там нет. Все эти истории с ее ошибками, подавляющие большие случаи просто придуманные в московских редакциях. Да, и очень многие из них не нашли абсолютно никакого. Да, но мне очень понравилось, на самом деле, как сама Джен позавчера, по-моему, в Твиттере очень изящно объяснила, как она к этому относится. Да, что она, конечно, в курсе всего этого, но у нее достаточно задач и обязанностей, чтобы не обращать на это внимания. Можно ли говорить о том, что назначение Джен Псаки говорит о том, что отношения с Россией станут жестче? Нет, конечно. Более того, мне кажется, что в целом логика назначений, которые сейчас предлагаются переходной командой Байдена, скорее сообщает о неособым внимании к российскому направлению. То есть я так осторожно формулирую, что это не особое внимание, что большинство назначений укладывается в логику восстановления партнерств, которые были у Соединенных Штатов, а не немедленного выстраивания российского направления, китайского направления или какого еще. Что можно вообще в целом сказать о назначениях, которые произошли за последние несколько дней? Что можно сказать о стиле Байдена, об основных принципах, которыми он руководствуется? Пока все объявленные назначения и те, которые обсуждаются в прессе и в экспертном сообществе, которые еще не состоялись, но предполагаются, можно оценить примерно двумя такими емкими фразами. Это действительно в определенной степени третий срок Обамы, потому что большая часть людей, которых предлагает Байден, так или иначе работали в администрации Обамы, возможно на других постах, с другими обязанностями, но это, конечно, преемственность. И это очень такой важный знак, говорящий о том, что вы будете работать со знакомыми вам людьми. Особенно в случае внешней полиции. Безусловно, вторая характеристика его кабинета, которая вот сейчас нарождается, это то, что это, конечно, самый этнический, гендерно-разнообразный кабинет в истории Соединенных Штатов. Он выбирает очень важные пасты женщин. Например, предлагаемый директор национальной разведки Эбрил Хайнс. Она совершенно чудесный тоже человек. Я не сталкиваюсь с ней лично, но люди, которым я очень доверяю в их оценках, говорят о том, что она довольно восхитительная женщина. В смысле своих профессиональных качеств, своих человеческих проявлений и так далее. Очевидно, что выбор посла в объединенных нациях не случайен, потому что это такой очевидный политический жест. Не только что посол будет афроамериканкой, но это еще и женщина, очень много вложившая в то, чтобы восстановить отношения Соединенных Штатов с Африкой, что очень важный знак сегодня. В целом, политические позиции Кабинета довольно умеренные. Они не отличаются никаким радикализмом ни в внешней политике, ни в внутренней политике. Поэтому я думаю, что на самом деле важный сигнал, который Байден подает своими назначениями, это возвращение к нормальности. Большие надежды и ожидания связывают с новым президентом США и его командой в постсоветских странах. Избранная президентом Молдовы Майя Санду уже поблагодарила США за партнерство и помощь стране. В свою очередь, в посольстве США в Кишиневе заявили, что будут решительно поддерживать усилия Молдовы по укреплению демократических институтов, суверенитета и территориальной целостности. Именно вопрос территориальной целостности оказался в центре внимания на этой неделе. Майя Санду заявила, что российские войска должны покинуть Приднестровье. Военных Санду предлагает заменить на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ. Это заявление уже поддержал генеральный секретарь НАТО Янс Столтенберг. Призыв Майи Санду вывести российские войска из Приднестровья мы попросили прокомментировать политолога Дианиса Ченуша. Дианис, скажите, насколько ожидаемым было вот это заявление Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья? Ну, в принципе, Майя Санду говорила о том, что нужно вывести российских, не российских миротворцев или миротворческий формат из Приднестровья, о военных. То есть она говорила о другом, но, как мы уже заметили, МИД российский, Лавров и другие политические игроки из России, они, в принципе, переменяли смысл того, что Майя Санду заявила. Так что мы, на самом деле, говорим о проблеме, которая существовала, и Майя Санду просто повторила то, что до нее другие политики, не Дадон, не пророссийский президент Дадон, а другие политики проевропейские уже неоднократно заявляли, что из Приднестровья должно быть выведено оружие российское и вооруженные силы, а не миротворцы. То есть можно сказать, что это просто некое программное заявление, в котором она просто обозначила свои взгляды, это не значит, что за этим должно немедленно что-то последовать? Да, вы правильно понимаете вопрос. На самом деле она, в принципе, говорила о приинтеграции страны в своем предвыборном документе, не очень-то обсуждался вопрос о том, как должен быть решен вопрос Приднестровья и конфликта Приднестровского. Но после выборов, когда она уже давала интервью разным украинским и также международным СМИ, она уже более свободно начала говорить о том, как она видит решение этого вопроса. И, в принципе, это было в контексте украинских интересов и молдавских, потому что она говорила о том, что нужно, в принципе, решать вопрос о коррупции, который, на самом деле, в каком-то смысле тоже связан с контрабандой, которая проводится через Приднестровье, а также с другими очень серьезными вопросами, как долг на газ, который накапливается из-за Приднестровья, из-за того, что Россия продолжает разрешать режиму сепаратистскому, в принципе, не платить за газ, который они используют. Ну вот по поводу как раз российской реакции глава российского МИДа Сергей Лавров уже назвал это безответственной идеей и разные другие подобные оценки звучат. Как это может сейчас отразиться на отношениях России и Молдовы? Мне кажется, что изначально в Москве, на самом деле и в Молдове пророссийские силы и уходящий президент Игорь Додон, они уже рассматривали вот те вопросы, которые будут очень не совсем понятны в принципе молдавскому народу и населению, потому что можно манипулировать определенными вещами, и то, что связано с отношениями и взаимоотношениями с Россией, и очень часто непонятно населению, поэтому на эту тему можно манипулировать. То есть и президент, который еще в принципе руководит страной, и его партия пытались заговорить про статус российского языка, про этносы, которые говорят на русском языке, про Приднестровский конфликт, про отношения с Москвой в негативном ключе, что вот Майя Санду придет, и сразу после этого начнутся проблемы с Москвой. Поэтому сигналы, которые Додон начал уже после выборов, когда он проиграл в принципе выборы, они уже были негативные, а Москва просто переняла все и уже синтерпретировала то, что Додон до нее интерпретировал уже в негативном ключе. Поэтому мы заметили, что существует продолжение дезинформации, которая началась внутри страны пророссийскими силами. То, что будет сейчас, на самом деле скажется. Вот весь этот негатив, который на самом деле, я не думаю, что Майя Санду был выгоден, потому что она говорила населению, она говорила на русском языке, населению, которое понимает этот язык, что ей важны хорошие конструктивные отношения с Москвой. Поэтому не было никакого смысла ей в принципе разозлить Москву. У кого был этот интерес, это, конечно, у Додона. И, наверное, им удалось. И это усложнит, на самом деле, разговор по другим секторам. К примеру, отношение к молдавским мигрантам, какие у них там статус, то есть улучшение статуса молдавских гастарбайтеров в России, потом отношение в торговом секторе, возможность продавать на российском рынке. Наверное, эти два самых важных вопроса, которые Майя Санду пыталась изначально продвигать, как конструктивные предложения со своей стороны и как попытка не менять радикально отношения с Россией. И на самом деле, в принципе, ее просто через призму разговоров о русском языке или о Приднестровье, ее просто все это заглушили. Сейчас все говорят о другом, не о том, о чем она настаивала с самого начала. Россия, в принципе, заинтересована в том, чтобы представить прозападных политиков, таких как Майя Санду, как представителей партии или политических сил, которые не хотят ничего другого, как портить отношения с Москвой. На этой неделе стало известно о том, что Алексея Навального могут обвинить в экстремизме. Государственное агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в Следственном комитете сообщило, что слова политика, сказанные полгода назад в эфире радиостанции «Эхо Москвы», проверяют на экстремизм. Речь шла о программе по поддержке граждан во время пандемии под названием «Пять шагов для России». На реплику ведущего о том, что власти России могут отказаться принимать меры поддержки, Навальный ответил, «Знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, хочет оставить голодными 60 миллионов человек, такую власть нужно точно свергать прямо сейчас. Вполне вероятно, даже насильственным образом». Конец цитаты. Однако буквально в тот же день Следственный комитет опроверг новость о проверке, а другие государственные медиа сообщили, что она ведется только другой структурой. Сам же Навальный написал на своей странице в Инстаграм, что считает эти сообщения попыткой его запугать. Но он обвинения не боится и по-прежнему планирует вернуться в Россию. Обвинения по статье 280 «Призыв к экстремистским действиям» в последнее время не редкость и часто судьбу обвиняемых решают лингвисты-эксперты, не всегда квалифицированные, но готовые усмотреть экстремизм там, где его нет. О том, как лингвистическая экспертиза стала инструментом давления и преследования, нам рассказала лингвист-эксперт Ирина Левантина. Ирина, скажите, вот в этих высказываниях Навального, которые звучали на эхе Москвы уже полгода назад, можно ли действительно усмотреть какие-то призывы к экстремистской деятельности? Да нет, но это, конечно, полная ерунда. Вот представим себе, что мы говорим, ну, если хочешь весить 200 килограмм, продолжай, пожалуйста, есть каждый день стопные булки. Можно ли сказать, что в этой фразе есть призыв, есть сдобные булки? Нет. Разумеется, ни один человек в здравом уме это в таком смысле не поймет. Он поймет это правильно, что человек говорит, что не надо есть сдобные булки, и объясняет, почему не надо, потому что тогда ты будешь весить 200 килограмм. Так и здесь. Навальный же говорит, ну, там его спрашивают, а если власть не захочет платить людям деньги, только потому, что это предложил Навальный. Он говорит, ну, если власть может так рассуждать, что заставлю голодать миллионы людей только для того, чтобы не сделать, как предложил Навальный, то, разумеется, это никакой призыв, никакой не призыв, это риторическая фигура. И тут вообще большая проблема с экспертизами, потому что любой нормальный человек, нормальный носитель языка понимает, где призыв, а где риторическая фигура. Но вот эти вот дела открывают, как будто бы какие-то роботы, которые говорят, там, езжу сдобные булки. О, вот, пожалуйста, призыв. Совершенно не понимая ни контекста, ничего, ни сарказма. Или, знаете, еще при некоторых психических заболеваниях бывает, что человек теряет способность воспринимать сарказм, допустим, и вообще всякую риторику. Это очень типично. Вот недавно был случай, когда какой-то текст признали экстремистским материалом, там было написано «30 способов довести преподавателя». «Звони в 12 часов ночи», «Посылай работу в последнюю минуту» и так далее. Все мы понимаем, что это такой популярный, особенно в интернете, жанр «10 способов испортить отпуск». Делай так, как бы, там, все говорится наоборот. Любой человек. Да, ирония. Что этого, да, сарказм, что этого не надо делать, если не хочешь испортить отпуск. И преподаватели, конечно, разумеется, никто никого не призывал. Но, тем не менее, текст был признан экстремистским материалом. Здесь тот же самый случай. Вот они, я не знаю, боюсь, что не то, чтобы они не понимают и не чувствуют смысла фразы, а просто очень хочется. То есть лингвист не может не понимать, что это риторическая фигура. Ну, думаю, что не может. Но делает вид, как бы, что не понимает, что понимает это буквально, и вот дает такое заключение. Это очень печально. А откуда в таком случае берутся такие лингвисты? Ну, из разных источников. Такие лингвисты есть во всяких конторах при, ну, каких-нибудь околополицейских, ведомственных конторах. Иногда они даже не имеют лингвистического образования. Довольно часто. Просто не имеют профильного образования, и все. Ну, вот сидят на этих заключениях и пишут их. Естественно, они на работе. Они пишут как надо. То есть часто используются просто неквалифицированные люди для таких заключений? Иногда неквалифицированные, иногда циничные соглашатели, которые имеют лингвистическое образование и все прекрасно понимают, как на самом деле, но пишут так, как надо, ну, за деньги или там по каким-то еще причинам, потому что считают, что любой ценой даже, ну, ненавидят, допустим, Навального и считают, что это хорошо, если его, значит, вот закопают даже путем легкого передерки вытягивания заключений. Из разных мест берутся такие люди. Могут ли в таком случае независимые лингвисты вступить в дело и предоставить суду свою экспертизу, как, насколько я понимаю, и было, например, в случае с делом Егора Жукова? Экспертизу не могут, потому что экспертизу назначают следователи или суд. Но независимый специалист может составить заключение, заключение специалиста, которое суд может принять или не принять. Раньше, если специалист явился в суд, то судья не мог его не заслушать. Это нарушение права на защиту. Сейчас в последнее время довольно часто все-таки, тем не менее, все равно не слушают, отказываются, говорят, что не имеют отношения к делу или вызывают и говорят недостаточной квалификации. Вот у этого человека беспрофильного образования достаточно, а у там кандидата, доктора, наук, академика недостаточно. Ну, недостаточно. Или еще смешная вещь. Соглашаются, да, пожалуйста, слушаем, но только не как специалиста, а как свидетеля. Поэтому никакие вопросы по тексту не принимаются. Только вот, вы знаете этого человека? Нет. А вы видели, как он там что-то? Нет. Вы с ним знакомы? Нет. Вы присутствовали? Нет. Все, спасибо, больше ничего не надо. По тексту не... То есть это такой издевательский тоже способ обращения с приглашенными защитой специалистами. Можно ли говорить о том, что лингвистическая экспертиза стала инструментом преследования людей? Ну, конечно. Она же является, если говорить о заключениях специалистов и инструментом защиты, но, к сожалению, специалисты, приглашенные защитой, часто просто ущемляются в правах, так же, как и защита вообще. Что мы можем противопоставить этому официальному заключению, официальной экспертизы? Часто ведомственной, неквалифицированной, такой недобросовестной и так далее. Что мы можем? Мы можем только противопоставить свое заключение, квалифицированное, понятное, ясное. Мы можем, вот как было в деле Егора Жукова, опубликовать разбор вот этой самой официальной экспертизы, и тогда все общество видит, на чем основано дело, на какой-то полной ерунде и передергивании. Но это наше единственное оружие. Это была программа «Настоящее время. Итоги». Я Ксения Туркова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова